Мирная демонстрация в празднике сменилась погромами и битвой на Есети. В центре города строчили пулеметы и взрывались снаряды. В Екатеринбурге развернулась решающая битва за взятие Берлина, точнее ее реконструкция. Десятки увлеченных историй горожан за час прожили то, что переживали многие ветераны по несколько суток подряд с небольшими перерывами. В эпицентре событий оказалась Мария Новикова. Сушить весла еще не время, так и огрести недолго. Ведь современная Есеть на несколько часов превратилась в реку времен, которая унесла 70 лет. Апрель 1945 года. Советские солдаты, форсируя Шпрею, готовятся штурмом взять Берлин. И пускай пули здесь свистят холостые, а бомбы падают в одну и ту же воронку, битва все равно пугает своей достоверностью. Они хотят сдаться, они хотят... Последние сражения Великой Отечественной, открывшие советским воинам путь на Рейхстаг, воссоздали 100 уральских реконструкторов. Чтобы повернуть время вспять, они не просто изучают историю, но и шьют себе форму и достают оригинальное оружие. Этот пулемет Дегтярева прошел почти всю войну. Сейчас же стреляет только холостыми. Обычный расчет два человека. То есть пулеметчик первый номер и второй нес в сумку, либо коробку с тремя запасными дисками. Хорошее оружие для своего времени, надежное. Даже в современных войнах еще используется в странах третьего мира. У этой войны и женское лицо. Девушки в гражданском притворялись пленницами немцев. Санитарки вытаскивали из-под холостого огня боевых товарищей. Пороху здесь нюхали лишь военные артефакты. Котелок, портупея или медаль. Этот значок Анастасии подарила коллега, учительница. У нее мама воевала, была радисткой. И просто нет родственников. Она говорит, я хочу передать в добрые руки, чтобы этот значок приносил пользу, и чтобы помнили о ее маме. Даже в минуты затишья бойцы под прицелом. Фотокамеры. Эльвира примерила на себя роль полевого корреспондента из США, а заодно и форму американских десантников. Говорит, она гораздо удобнее советской. Вместо пуговиц – кнопки. А в многочисленных карманах поместятся и бинты, и патроны. Но победителей, конечно, встречали не по одежке. Видно, насколько, особенно в начальный период войны, отличалась обмундирование, отличалась форма, экипировка. И поэтому еще сильнее чувствуешь, что такую все-таки махину переломили наши люди, наш народ. Сломать такую машину – это было непросто. Вот и на этот раз немецкий бастион продержался меньше часа. Судя по улыбкам солдат вермахта, они сдаются с радостью. Мир на поле боя наступил мгновенно. С последним выстрелом враги вновь стали товарищами по интересам. Мария Новикова, Владислав Колупаев. Новости 41-го канала.